Всех приветствую на канале Дороги Михаила Илюшина. Приглашаю прокатиться со мной по улицам города Саратова, заводского района, вторая часть, 21 января 2023 года. Поехали посмотрим, как это было. Продолжение сюжета первого, кто смотрел, как раз на этом месте закончил. И продолжаем движение. Проспект энтузиастов, Азина, небольшой участок Хомякова и далее до переезда между Березиной речкой и Александровкой. Так прокатимся. Еще раз говорю, 21 января это было, вторая часть 2023 года. Такой прекрасный морозный день и день. Прокатимся. Здесь на кольце мы выступаем. Имейте это в виду, просто вашим было мало. И проехали. Кольцо. А здесь самый момент, вот всегда здесь, имейте в виду, заторы и в рабочие и в выходные дни. Народ переходит дорогу. Вот сейчас сами будете наблюдать, как одни идут, а другие побегут. Вот вот справа стороной и побежать. Зачем спрашивается, непонятно. Когда здесь все уступают и спокойно можно пройти. А потом вот детей учат этому бегать через дорогу. Ну, заводской район. Неоднократно вам показывал. И еще раз показываю. И буду еще седьмая часть покажу. 21 января. Проедем по авиастроителям. Тоже по энтузиастам. Авиастроители. Комбайн. Кто-то спросил показать. Это все это покажу. Проедем. Здесь, не забываем, на этом участке есть камера фиксации скоростного режима. Имейте в виду, с левой стороны на столбе. Вот. И как обычно, говорю, в ютюбе, в ютюбе, в одноклассниках вконтакте, в зен-яндексе, выкладываю данный сюжет. Вот камеры проехали. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Ну, все как обычно. И проспект энтузиастам, говорю, тоже неоднократно показывал. Практически весь я его показывал. До века мы доехали. Две части я в прошлом году вам это показывал. Можете еще раз посмотреть. И вот пениска пересекаем. И с правой стороны, кто помнит, кто жил, здесь были бараки. Какие-то деревянные. А теперь вот такие красивые дома. Да, пройдем от проспекта энтузиастов. И еще раз напоминаю, Сазина повернем на Хомяково небольшой участок. И сразу же вам скажу нашу материал в Википедии. В описании выложу. Кто хочет, может сам найти в интернете, прочитать, в честь кого была названа эта улица. Потому что я по ней ни разу не ездил. Ну, и вот когда новую улицу какую-то я нахожу, где проехать для себя. И вот как раз читаю историю этой улицы, в честь кого она названа. Хомякова Валерия Дмитриевна. 3 августа 1914 года рождена. 6 октября 1942 года погибла. При ночном взлете с аэродрома на самолете Як-1. Советская летчица, участница Великой Отечественной войны, заместитель командира эскадрильи 586-го женского истребительного авиационного полка ПВО. Старший лейтенант. Единственная в мире женщина-пилот ночного истребителя, сбившего в бомбардировщик противника. Вот такая история небольшая. И мы еще не доехали, но вот я вперед забегаю. Здесь мы пересекаем трамвайные пути. И вот когда-то я жил в поселке Юриши. И ездил вот там из поселка Юриши. Ездил здесь за остановочкой, здесь за ларькой. Где-то баня была, я помню. Общественная. Вот как-то так. Это было так давно. Даже не верится. Когда учился в 56-м училище. За кинотеатром Темпа это было. И в армию меня тоже призывали с заводского района. Вот сейчас после Радуги, после моста. Кто-то тоже просил показать. Этот район как неоднократно показывал, правда. Еще раз. И вот как раз военковат заводского у нас. Кто в заводском районе жил и учился. Призывали. Да, навстречу солнцу получается. Ну, так уж получилось. Обратно поедем, будем. Спина будет. Более четко видно картиночку. Это еще хорошо. Оно ниже, чем летом. Летом вообще бьет в камеру. Ну, лучше солнца, чем пасмурно. Мне так кажется. Поярче картинка. В Крымску мы проехали. Тоже у меня есть эти улицы. Кто хочет, может найти. Еще раз повторяю. Очень большой уже у меня сложился каталог. Улиц Саратов. Ну, центральных. И как-то неоднократно, которые я показывал. Вот. Походу, вот военкомат заводской с правой стороны здания. Сейчас я не знаю, что там. Ну, вот оттуда вот. У нас с утра пораньше. В автобус и в поселке Ушанка. Там сборный пункт. И в этот же день у нас на поезд. В вагон и в Казани. В Казани пересылочный пункт. И выбирайте. Остаетесь в Союзе. Или в Афганистан. А я спросил, куда еще есть. Согласитесь, есть список, как говорится. Они говорят, есть еще в Германию. В Германии как раз вот давайте. До Берлина. Хотелось посмотреть Берлин. В Рестах. В принципе, все это удалось. Правда, нас дарить тагом не допустили. Закрытая была зона. Но рядышком постояли. Небольшие, так сказать, истории своей жизни. Мне тоже пишут свои истории. Читаю. Ничего страшного. Пишут. Извиняюсь, что загрузили. Нет, ничего. Пишите. Читаю. Каждому хочется чем-то поделиться. Сейчас вернем на улице Азино. Если продолжать историю, когда меня еще не было в проекте. В начале 60-х годов, я так понимаю. Как раз мои родители тут же снимали квартиру где-то и жили на улице Азино. Точно не могу сказать. Но где-то дальше. Потому что фотография как раз на трамвайных путях. Они фотографировались дальше туда. Там подъем будет. Ну вот такие домики здесь стоят. Тоже сколько потом будет перспектива строить дома. Уже некоторые сейчас посмотрите, где пустырили. Там тоже были дома. Где-то уже их снесли. Здесь, смотрите, с правой стороны, как и в Энгельсе, деревья, обрезка произошла. Ну, такая она широкая дорога. И вот я говорю, что где-то с левой стороны тоже какие-то дома были. И уже пустыри. Следующий сюжет как раз еще раз говорил, еще раз повторюсь. Анонсик небольшой. Будет Александровка мимо проедем, Багаевка также и красный текстильщик. И там как раз обратный ракурс. Обратно поедем и также всю Азина покажу. До Симова доедем. Да, дома сносятся, но пока строится здесь как-то не так быстро. Вот небольшой участок. Я ни разу здесь не проезжал, но здесь дорога как раз с выездом в сторону Березина речки. Ну, как-то так вам скажу, пустовато, конечно, выглядит этот данный микрорайон в заводском районе. Доедем как раз до Железного, вот по Заречной сейчас проедем. До переезда железнодорожного между Березиной речкой и Александровкой. Встал я там, минут 25 стоял. Думал, что надо развернуться обратно. И неизвестно, когда поезд прошел и еще стоим. Но местные, я так понимаю, кто знает, они там правее дорога вдоль путей. Смотрю, поехали и сразу, наверное, в Александровку, там выезжали. Но там тоже ЖД переезда были. То есть, кто знает, там по-другому едет. И за ЖД переездом смотрел тоже, как люди поворачивают направо там и уезжают с выездом на улицу Азина. Но это обратно вам покажу. Сюжет, как там проехать. То есть, большой объем получился в этот день, 21 января. Ну, тут дорога отремонтированная. В прошлый раз вам показывал. Хорошая дорога, тротуар. Но вечером и в ночное время тут, наверное, освещение-то я не вижу. Тут, наверное, походить-то не совсем комфортно. Давно они про эту дорогу в Заводском районе говорили, чтобы ее сделали. А то все, да, ездили через комсомольский поселок. Я так смотрел сюжет. И вот когда эту дорогу сделали, соединили, стало более комфортнее им выезжать. Но эта дорога, конечно, лучше, чем по той, в которой поедем обратно. Через какую-то промзону там проедем. Но зато есть альтернатива, как проехать. А так, у них ЖД переездов очень много в Заводском районе. Вот я так посмотрел. У нас больше всего... Не больше всего, он один на Сокурском тракте. Ну вот, село Березина-речка. С транзитом сейчас проедем. Просто в Ленинском районе, где у нас еще переезды такие... Ну, Сокурский тракт. И я больше не помню, чтобы где-то сталкивался. Везде мосты Трофимовские и Третья Дачная мост. Автомобильник, то есть у нас с этим как-то поменьше. На тот заводской район. Ну вот, направо. Если он как машину повернул, то можно поехать в Тепличный попасть. Там и в Комсомольский завернуть. Ну, то есть вот... В прошлый раз этот сюжет, кто хочет, найдет, посмотрит. Здесь вот, когда я поехал, доехал даже до переезда. И до завтра завернулся. Ну и сейчас этот сюжет также будет заканчиваться на этом переезде. Ну, можете сами посмотреть на карте. У кого есть желание переехать в Саратово, в заводской Ленинский район. Я уже не сейчас схемки не выставляю, как раньше, в первый год. Но можете сами открыть в интернете карту и вот проследить движение. И можете сразу представить, где что находится. У всех разная ситуация в жизни. Кто-то хочет переехать из Саратово, кто-то из Саратова хочет уехать. Бывает по-всякому. Ну, вот сейчас подъедем к ЖД-переезду. И там увидите с правой стороны гораздо грунтовой дорожкой. Там по ней кто и ждать не хотел открытия, уезжали направо. На этом заканчиваю. Благодарю за просмотр. Берегите себя. До новых встреч. В новых сюжетах всем пока-пока.